Перестали колоться. Дело в том, что, во-первых, для православного человека это не является... Перестали матом ругаться. Это не является, во-первых, самыми страшными грехами. Самый страшный грех – это гордость. Для православного человека. Тщеславие – это более страшный грех, чем, например, пьянство. Это первое. То есть шкала грехов немножко другая, чтобы просто как бы для информации по-другому оценить. Например, если противодавец смотрит на выпившего, он у него сразу падает в глазах. Когда православный смотрит на выпившего, он не так сильно у него падает. Но когда, например, православный смотрит на человека, который не пьет, он очень хорошенький, он очень высокомерный, то он для него... Хотя он может рассказать, что он перестал колоться, перестал пить, перестал кружить, он для него очень... Он будет жалеть его, что он очень... Попался в все эти гордости, не зная, как он выпутаться. Во-первых. Во-вторых, православие, оно в нашей стране, понимаете, религия, она была тысячи лет. Грубо говоря, государственной. Если мы пойдем на Запад, где протестантизм был государственной религией хотя бы сто лет, мы идем в такую же картину, когда большинство, относящиеся к себе, к этой религии, к этой церкви, лютеранской, или еще какой-то, они... Вы их оцените как невозрожденных. Вы оцените. Я не беру сейчас как на самом деле. Вам они покажутся невозрожденными. Но они же верят во все, что вы сейчас сказали. Они это... С детства проходили уроки об искупительной жертве Христа. Но они... Вы увидите, как они себя ведут. Поэтому, понимаете, потому что протестантская община в России нацелена заведомо на людей, ищущих, тянущихся. А в православии мы все, как сказал Юрий, либо потому что родились, либо потому что еще... в нем как бы... Так и были в нем, я имею в виду. А так с детства. И поэтому, естественно, поскольку не у всех интерес к вере, к спасению души. Не у всех. Поэтому люди, вы многих найдете, которые себя причинят к православию, но не потому что им православие не проповедуют, а потому что просто эти люди в православие не из-за того, что не захотели туда пойти. Они были в детстве крещены. Вот и все. Секунду прямо. Потому что я так не задал. Вы там все начали говорить непонятно какие вопросы. Я теперь понял, что вы как директор детского сада. Я хотел просто спросить, чем вы занимаетесь в православной церкви? Я еще директор воскресной школы и помощник руководителя социального отдела. И еще такой вопрос. Отношение, вот как паства строится в православной церкви? Есть ли такие? Или там, допустим, члены церкви, я имею в виду. Или там, допустим, прихожане, ухожане, захожане, то, что в Слове Божьем нет. Вот. Или там есть членство церкви, вот именно те люди, которые они приходят, которые изучают Слово Божие. Вот именно тот костяк, который есть. там, потому что будут, да, приходить, уходить, заходить там. И это везде так. Что касается формального членства, вот, например, прийти, если к нашему наследству, покажи, батюшка, покажите список членов вашего прихода. У него такого не мешает. Нет, не надо. Вот именно те люди, которых мы там знаем, то, что они что-то делают, что-то приносят, приносят какие-то плоды для Господа, я имею в виду. Ну, конечно, есть вот, может, какие-то слова Божьем, как ты это посчитаешь? Есть у нас вообще не костяк. То есть это люди активные, которые, во-первых, посещают службу, которые знают, во что они верят, которые находятся в общении между собой, которые участвуют в совместных проектах, может быть, делах. Вот. И, но, я хотел вот еще что сказать. Знаете, когда я, то есть ведут активную церковную жизнь. Такие люди есть, потому что, и, собственно, такие люди составляют в костях храма. Вот у нас, ну, прихожан, например, может быть, люди, которые приходят на службу, может быть, там, я не знаю, 2000 человек, но и несколько сотен, вот такой костяк, вот, и мы знаем друг друга, мы общаемся, и, вы знаете, я вот хочу вот что сказать. Конечно, может быть, Алене не понравится, ее это разочарует, она уже меня жалеет. Сильно, но я хочу вам что сказать. Общаясь внутри православной церкви, я для себя вот что помню, что, заметил такую разницу, что, вот, мнение, что в православной церкви люди, не знамо как живут, что они живут, как неверующие. Хотя, может, они не бьют себе грудь, я рожден свыше, а ты рожден, вот, они так не делают, но, я заметил, что я не обнаружил, что эти люди меньше изменяются, или они, Бог изменяет их жизнь, их грехи они оставляют, что, я не нашел, что, что вот тут это есть, а там этого нету. Может быть, наоборот, самые большие примеры святости, которые я в своей жизни встречал, я нашел там. Они не вот прям везде, на каждом шагу, но если я их знаю, то я там нашел. То есть, это я не как говорю, но что, понимаешь, Алёна, то же самое люди могут, они будут использовать другую терминологию, но они также тебе расскажут, как Господь изменил их жизни, как у них было до, когда они приобщились в церкви, уверовали в Господа, пришли к сознательной вере, как, что изменилось, они могут рассказать, но, наше проблема в том, что поскольку наши локаторы настроены на разные терминологии, мы их не услышим, мы не заметим это свеерство, понимаете? Нам покажут, что это не о том, он не те термины использовал, которые я, он как-то это по-другому, по бабке Фройскину сказал, вот, да, понимаете, он по-другому это сказал, и мы не услышим, мне-то понятно, я слышу и тех, и тех, а вот мы можем ни одного не услышать. Поэтому мы и знакомимся, чтобы слышать другого слова. Чтобы знать, на каком языке разговаривать, потому что для нас, аллилуйя одно, для других это другое, для третьих это третье, да, или помазание, помазание, или помазание, это для того, чтобы мы научились говорить на том языке, на котором мы будем друг друга понимать. Маленький, маленький. Не надо много там, это самое, вот, как бы сейчас вот мы вместе общаемся, слава Господу, а вообще, как вот православная церковь, допустим, смотрит на евангельские церкви, и вот какие-то вот моменты там, допустим, там объединения в чем-либо, в каких-либо там, в аспекте, я имею в виду. Ну, социальная церковь, сейчас, сейчас, секундочку, вот мы, допустим, вот с Кирой, и там еще у нас Наталья Ивановна, ты, наверное, знаешь, да, комиссарова, и там вот еще много-много-много-много-много-много-много-много-церквей, те, которые сейчас молятся, как бы, круглосуточные за Самару, за Самарскую область, чтобы были в единстве церкви, допустим, как православная церковь к этому, вот, отнеслась бы, если бы, допустим, они как бы тоже какое-то участие приняли, там, в молитве, здесь два аспекта, во-первых, в чем православная церковь готова, готова сотрудничать и объединяться, это в социальной работе, то есть, социальная концепция православной церкви подразумевает, что мы можем заниматься социальной работой с крестьянами в любой конфессии, а что касается любых аспектов, связанных с богослужебной практикой, то нет, они готовы, очень хорошо, потому что я знаю, то, что, как бы сейчас православная церковь, она двигается, там, вот, с наркоманами работают, там, с детьми, там, с рейсиками, как ее, в детдомах работает, слава Господу, и Кирилл, там, сам сейчас, как бы, по телевизору я слышал, патриарх. Да, то, что он говорит, что проповеди должны быть на русском языке, на понятном языке. То есть, он, знаете, я пришел пять лет назад, я сразу слышал проповедь на русском, то есть, у меня даже не было вопросов, есть ли в православной церкви проповедь, то есть, я ее сразу услышал. Нет, то есть, видите, как бы, наверное, я так понимаю, от местных тоже зависит много, там, допустим, батюшка, кто-то, кто-то говорит, Нет, случайно, каков поп, таков приход. Да, мы как бы это... Но, извините, у протестантизма от пастора тоже очень много зависит. Да, конечно. Так же это везде так, человеческих факторов присутствует. То есть, как бы, социальная работа, и вы открыты за ней. Да, и занимаемся, мы сотрудничаем с протестантскими благотворительными, репцентрами, благотворительными фондами, и очень много помогали гуманитарные помощи протестантским репцентрам. Ну, мы помогаем, не церквям, тем людям, которые мы избавляемся. Друзья мои, мы вообще планировали до семи, из пяти до семи, а во всеми восьмой чат. О чем это говорит? Это говорит, это то, что мы сегодня собрались, это не зря. То, что много вопросов, это не значит, что церковь плохая. Нет, конечно. Вы знаете, если бы сюда пришли бы представители, допустим, той церкви, которой здесь нет, скажем, лютеранского, ну, примерно, совершенно, или там какое-то другое, даже евангарские церкви, вопросов было, может быть, даже больше. Есть хороший анекдот, я его не буду рассказывать, но там смысл такой, один хочет человек броситься с моста, по-моему, да, вот, и подходит другой человек, девушка, что ли, ну, не важно, и говорит, слышали, да, вы с какой церкви, вы что, вы верите в Христа, да, да, я в аптист, я в аптист, а там что-то, ну, ты из какой, реформаторской или отделенной? Да. Северной. Я оказалась, что из одной, а твоя церковь, ну, они задают вопросы, все сходится, а потом он говорит, твоя реформированная в 1800 в таком-то году, он говорит, нет, в 1000 в каком-то, в таком-то году, ах ты, понимаете, чем ближе, чем ближе люди, тем, как в семье это бывает, наверное, чем ближе люди, там муж, жену, или там дети, тем больше какие-то бывают какая-то острота в взаимоотношении, да, поэтому то, что мы собрались, это уже хорошо, то, что мы говорили, и то, что вопросов есть, это замечательно, это значит, нет вопросов, нет вопросов лишь к тем, которые совершенно безразличны, понимаете, вот человек идет, он совершенно безразличный, вы к нему не подойдете, никогда не скажете, здравствуй, если есть вопросы, это значит хорошо, это значит, есть какая-то родственность, а родственность на вас есть, это Христос, это очень важно, мы немножко по-другому понимаем, и не смотрим на какие-то моменты, понимаем какие-то слова, может быть, немножко по-разному, да, но все-таки нас объединяет Господь, аминь, аминь, и поэтому я считаю, что сегодняшняя встреча, вот в проекте христиане, слава Богу, это хорошее начало, и я очень благодарен представителям Русской Православной Церкви, здесь в Самаре, за то, что вы нашли время, и пришли к нам, и на эту встречу, я надеюсь, что это не последняя встреча, потому что я людей вы видели, и камеры зафиксировал, я просто останавливаю, вон видите, у Алины вопрос, еще она мне расскажет, что же ты мне не дал, сказать, у меня это очень наболело, но ничего страшного, мы можем прийти к вам в гости, не выгоните, мы можем провести экскурсию по храму, показать, объяснить, как служба, что в храме происходит, ну и так далее, вот сажется на воскресную школу, у вас хоть работа? Еще один вопрос. Да, воскресная школа у нас на лето каникулы, а так с сентября она начинается, сразу после службы, с 10 до 12, там помимо таких, ну как сказать, духовных каких-то занятий, то есть связанных с верой, то есть основы веры, там также театральная студия, там 4 урока, по возрастам, там 4 урока у всех, есть там и за студия, есть театральный кружок, есть там музыкальный, есть английский язык, ну и есть, конечно, те, которые связаны с верой тоже. Спасибо большое всем. Да, отдельная благодарность пирческой группе. Да, молодцы. Слава Богу. Слава Богу. Девочкам передайте, пожалуйста.